Как самочувствие, как настроение? Как вы чувствуете, как настроение? Да, вот и наступил этот чудесный, прекрасный праздник Пасхи. Такая наступит тоже чудесный, прекрасный праздник Великден. День, когда воскрес наш Спаситель Иисус Христос. Да не, когда воскреснул наш Спаситель Иисус Христос. Перед этим пережив очень серьезные страдания. Преди това преживявайки много серьезные страдания. Унижения. И Он это все пережил за нас всех. И всичко това го преживя за нас. И знаете, мы часто слышим, когда начинаем ходить в церковь, что Иисус отдал свою жизнь за нас. Често чуваме, когда ходим на церковь, что Иисус е умрял за нас. Был избит, распят. Бил избит, распънат. А задумывались ли мы когда-нибудь о том, что Он переживал? Замислили ли сме някога, какво Иисус е преживял? Действительно, мы в полной мере понимаем те переживания, те эмоции, которые Он испытывал. Действительно ли в полной мере разбираме тези эмоции и това, което е преживявал Той? Потому что да, Он был на 100% Бог. Защото да, Той бил на 100% Бог. Но и так же Он был на 100% человек. Но също така и бил на 100% человек. И Ему были не чужды те чувства, как боль. И не само были чужды тези чувства, как болка. Страдания. Страдания. И понимаем ли мы действительно, что Он переживал? И разбирам ли на истину, какво Он переживял? Знаете, вот сейчас многие из вас смотрели фильм «Страсти Христовы». Повечто от вас загледали фильм «Страсти на Христос». Где очень ярко показаны. Где-то много ярко сапоказаны. Те издевательства, что делали римляны над Иисусом Христом. Тези неща, което римляне соправили с Иисус Христос. И знаете, вот каждый раз, когда я его смотрю, и всякий път, когда я его смотрю, постоянно меня касается этот фильм, постоянно ме доказал този фильм, я не могу сдержать своих слез, не могу да си сдържим слезы, от того, что он испытал и что он пережил. от того, какво е переживал той. И знаете, после первого просмотра, и знаете ли, след первия път, когда я его смотрю, у меня поменялись восприятие действительно его жертвы. Промени се восприятие за жертвата му. Если до этого это было просто как слова, просто «ну да, это было когда-то», то после просмотра фильма, переосмысление, это стало уже лично моей частичкой. Но в прошлом году у нас случились одни события, которые заставили еще раз пересмотреть эту жертву. И я где-то лучше начал понимать, что испытывал Иисус. И куда легче представить, что испытывал Бог. И полезно мне беше да си представя, какво е преживявал Бог. Когда он видел, как Иисуса избивают, распинают. Когато е виждал, как Иисус губият, как го распъват. Ведь Иисус – его сын. Все пак Иисус е неговият сын. И фактически это все происходило на его глазах. И фактически все было случилось при очите му. Да, вот многие из вас знают, что у нас Абичка родилась с разделенной губкой. И нам сразу сказали, что это не какое-то генетическое, просто в процессе развития так получилось. И что в целом ничего страшного, легкая косметическая операция, и все будет хорошо. И знаете, поначалу я такой, ну да, все нормально. Операция – ничего страшного, пройдет все хорошо. Но там получается так, что операция должна быть минимум на третьем месяце ее жизни. Но така се случи, че операция трябва да се случи минимум на третий месяц от ней не живет. И знаете ли, чем ближе приближалась дата консультации, тем тяжелее мне было решиться на нее. Толково по-трудно мне беше да се реша. Потому что я представлял о том, что фактически моего ребенка будут резать. За что ты себе представи, че моёто дите ищи го режат. Будут сшивать. Щи го шият. Она будет испытывать боль. Тя ж ти испытва болка. Хотя не должна. Вопреки, че не треба. И знаете, уже хотелось отказаться от нее. И вече ми се искаше да се откаже от тази операция. Да, мне и так нормально. Викам, на мен така и ми е нормально. Я в этом не вижу ничего плохого. Меня никак это не смущает, не стесняет. Не виждам нищо лошо в това. Не ме притеснява по никакъв начин. Но я понимав, что для будущей ее жизни надо сделать это. Но разбирах, че за бъдещия живот трябва да го направим това. И получается мы сделали операцию на четверта месеца, четыре с половина и как-то так было. И гордо сме направили операцията на четвертия, четвери и половина месеца от нее живот. И знаете, за это время мы стали просто одним целым. И през то время сме станали като едно цяло. И если в первые дни, недели я говорил, да, все нормально сделаем, да, да, да. И ако първите дни и седмици съм казал, да, да, ще я направим, няма проблем. То потом мне было тяжело. То после ми беше много трудно. И вот настал день операции. И настана деня на операцията. Ей дают сироп. Дават ей един сироп. Который должен в наркоз вести ее. Което трябва да въведе в упойка. А внутри сердце просто. А вътре сердцето ми така бие. И знаете, я вот задумался. А ведь что-то примерное переживал и сам Бог, и Иисус. Ведь он также знал о том, какова его миссия, и что ему предстоит сделать. Он также понимал, что его будут избивать. Потом распнут. Но при этом он шел на это. Но при това той утишел сам. Сознательно. И вот это вот первое такое, что у меня щелкнуло в голове в тот момент. И това е първата мисъл, която ме штракна така. И вот ее взяли на операцию. И взеха я за операция. Говорят, ну где-то час. Кажват, имя някъде час ще буде. Мы с Аней, чтобы не сидеть в больнице, вышли. Ни с Аней, чтобы не стоим в больницата, си излязохме. Эта час длился максимально долго. Този час продолжаваше максимально долго. Да, мы были уверены в том, что операция делает профессор. Все хорошо. Да, ни бяхме сигурны, че операцията ще я прави профессор. Но, опять же, тот факт, что это твой ребенок, не давал спокойствия. Уже прошел час. А все не выходит. Мы такие, опа. Но нам говорят, спокойно, все нормально. Просто там немножко, они чуть позже начали. И вот знаете, нам потом... После не искарва табичка. Раз, о, все, слышно. И мы вот видим ее. И не виждаме. Там лицо в крови. Лицето и в кров. Тут какие-то эти катетеры. Тук някакви катетери има закачение. Она спит. Тя спит. И знаете, это очень тяжелая картина для восприятия. И това е много тяжка картина за восприятието. Я тогда второй раз задумался. А с тогава за втори път се замислих. А что чувствовал Бог, когда Он видел, как избивают Иисуса? Я се замислих. Как Его испытывал Бог, когато и виждал, че Иисус губиет? Когда Он видел во всего в крови. Когато Го и виждал целия в кров. Когда Он видел, как Ему забивают гвозди в руки, в ноги. Как и виждал, как Ему забиват пирони в ръцете, в краката. А это Его сын. А това и Неговия сын. И знаете, вот именно в тот момент. И знаете ли, точно в този момент. Для меня это жертва. За мен тази жертва. Стала чем-то личным. Станало нещо лично. Что это было отдано за меня. Че това е било направено за мен. В принципе, как и за каждого из нас. И като цяло за всеки един от нас. И насколько важно И колко е важно Понимать это. Да го разбираме това. Принимать это. Да го приемаме. И ценить. И да го ценим. Не забывать об этом. Да не забравиме за това. Ведь не напрасно написано Евангелие от Иоанна. В Евангелие от Иоанна. Третья глава, 16 стиху. Трета глава, 16 стих. На проекторе вы можете видеть перевод. На проекта може да се вижда Превода на български язык. Что ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий не погиб. Но имел жизнь вечна. Аминь. Аминь. И знаете, вот единственное, Что я не могу понять. И знаете ли, единственное, Което аз не мога да разбера. Это ту силу любви, Которой Бог испытывает каждому из нас. Тази сила на любовта, Която Бог испытывает към всеки един от нас. Потому что он видя всю эту картину. Защото той, виждайки тази картина, Он с людьми не сделал ничего. Той не е направил с хората нищо. Наоборот, это все было для того, Чтобы каждый из этих людей смог спастись. Но обратно, това е всичко било за това, Че всеки един от хората да се спаси. Потому что я когда видел Абичко, Защото когато съм видял Абигейл, Я подумал, вот что в будущем кто-то ее обидел. Я как в фильме Марвел, Вот как Танос вот так вот сделал, И там половина человечества ушло. Като в фильме на Марвел, Като Танос ще направя штракане, И половината от человечеството ще исчезне. Вот я думаю, вот чтоб кто-то ее обидел, Я так же вот просто одним щелчком этого человека в пыль превращу. Само някой да ее обиди, И този човек само с едно штракане на прах ще го направя. Я понимаю, насколько несовершенен я. Разбирам, колко аз не съм совершенен. Потому что я не исключаю това факта, Что могу нанести вред, Если кто-то обидит Абичко. Защото не исключам този факт, Че мога аз да нанесе някакви ранения на човека, Която ще обиди Абигейл. Но насколько Бог любит нас, Что он не ранил никого. Ведь для него это пустяк вот так вот сделать, И что все, кто там был, Они просто исчезли. Но колко Бог нас не обича, Понеже на него му е много лесно, Само с едно штракане, Да направи и всички ще изчезнат. Чтобы в будущем, Когда кто-то въсмеивает или отрицает существование Христа, Он так же вот просто одним шелчком не сказал, Давай, довиждане. Че в бъдеще е само някой да посмея да каже, Че Исус го е нямало или нещо подобно. Само да направи едно штракане, Те довиждане. Нет, он нас очень, очень сильно любит. Той много, много не обича. И чтобы видят то, Что куда идёт человечество. И виждайки на къде отива человечеството. Чтобы дать ему шанс Проявить свою любовь. Да прояви своята любовь. Он и пошёл на этот шаг. Той е направил тази ступка. И знаете, вот, Телезрители здесь присутствующие. Знаете ли телезрители, Тези, които присутствуют тук. Те, кто ещё не принял Исуса. Този, които не приял Исуса още. Как своего Господа, как Спасителя. Как своего Господа и Спасителя. Но вы хотите это понять, принять. Но вы искате да го приемете. Хотите понять эту жертву. Искате да разберете тази жертва. Защо он это сделал. Защо е направил това. Почувствовать ту любовь, Которой Бог испытывает каждому из нас. Да усетите тази любовь, Която Бог испытывает към всеки един от нас. Ведь никакой человек в мире, Ничто в мире нам не даст этой любви. Понеже никакъв друг човек Или нищо в този свят Няма да ни даде тази любов. Но если вы хотите ее почувствовать. Но ако искате да я усетите. И действительно принять вот эти взаимоотношения С Богом Отцом, с Исусом. И наистина да приемете Тези взаимоотношения с Бог, Отец и Исус. Я предлагаю вам сейчас вместе помолиться. Аз ви предлагам заедно да се помолим. Другой Небесный Отец. Драги Небесен Отец. Я благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою жертво. Драги Исус, я благодарен Тебе. За то, что Ты отдал жизнь свою за меня. За това, че си отдал своя живот за мен. Я молю Тебя, Боже. Прости меня. Прости все мои грехи. Прости ми всичките грехове. Сделай меня здоровым. Направи ме здрав. Щастлив. Изцели мое сердце, мое душо. дай мне принять тебя в свое сердце дай мне почувствовать ту любовь, которой ты меня любишь прости, Боже, все мои грехи я каюсь пред тобой и я молю тебя открой мое сердце на то, чтобы я принял тебя как своего Господа и Спасителя я молился во имя Иисуса Христа аси молих во имято на Иисус Христос аминь